В полях тает, а в лесу ещё снег лежит нетронутыми плотными подушками на земле и на ветках деревьев, и деревья стоят в снежном плену. Тонкие стволики пригнулись к земле, примерзли и ждут с часу на час освобождения. Наконец приходит этот жаркий час, самый счастливый для неподвижных деревьев и самый страшный для зверей и птиц. Пришёл жаркий час, снег незаметно подтаивает, и вот в полной лесной тишине, как будто сама собой шевельнётся еловая веточка и закачается. А как раз под этой ёлкой, прикрытой ещё широкими ветками, спит заяц. В страхе он встаёт и прислушивается. Веточка не может же сама собой шевельнуться. Зайцу страшно, а тут на глазах его другая, третья ветка шевельнулась и, освобождённая от снега, подпрыгнула. Заяц метнулся, побежал, опять сел столбиком и слушает. Откуда беда? Куда ему бежать? И только стал на задние лапки, только оглянулся, как прыгнет вверх перед самым его носом, как выпрямится, как закачается целая берёза, как махнёт рядом ветка ёлки. И пошло, и пошло, везде прыгают ветки, вырываясь из снежного плена, весь лес кругом шевелится, весь лес пошёл. И мечется обезумевший заяц, и встаёт всякий зверь, и птица улетает из леса.